Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Олег, расскажите, вы здесь экспонент, что у вас на сцене интересного, чем вы удивляете аудиторию и что представляете на рынок? Мы типографский комплекс, один из крупнейших в России, традиционно работаем с коммерческой печатью для ритейла. В данный момент мы совместно с корпорацией Canon представляем новый подход к коммерческой печати, который сочетает в себе традиционно офсетные технологии и цифровую персонализацию, которая позволит получить большую конверсию от рекламы. Я так понимаю, что в основном это связано с упаковкой. Насколько в последние годы выросло значение упаковки товара? Насколько производители начинают думать, что она должна быть более дорогая, допустим, или с какими-то новыми технологиями? Или это незначимая для ритейлеров технология или условно расход? Это совершенно не про упаковку, это именно про коммерческую печать, то есть про рекламную продукцию, которая традиционно сейчас печатается массово и ковровым бубометанием присутствует в супермаркетах. А мы говорим о продукции, которая может содержать персональные предложения на основе данных, полученных на анализе программ лояльности. То есть это получается, что реклама становится персонализированной и получается, что когда я вхожу, условно, когда я вхожу в магазин, мне может прийти какая-то бумажка с рекламой, где будет мое имя или условно те предпочтения, которые мне нужны? Вы можете получить эту бумажку с предложениями, которые вам нужны, либо по почте, если это ритейл, либо вместе с товаром, если интернет-магазин. И дальше уже с этой персональной скидкой, с персональным предложением, с персональным кодом вы можете прийти в магазин. Не давит ли на вас всеобщая дигитализация, о которой очень много говорится на деловой программе, потому что все-таки типография и печать – это оффлайн-технологии. Не конкурируете ли вы с онлайн-технологиями рекламными? Это скорее мостик между онлайном и оффлайном, потому что традиционный онлайн, его стало слишком много, и степень доверия к нему снижается. То есть большая часть предложений, которые падают вам из открытых источников, они уже сбрасываются в спам, не читая. Если вы получаете некое персональное предложение, с помощью которого вы можете получить уже цифровую услугу, или же, например, вы в интернет-магазине поработали с каким-то товаром, но отложили покупку, после этого вы можете вдогонку получить персональное предложение, которое можно реализовать. То есть эта технология не отвергает онлайн, а она работает в сочетании с ним. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с нашими новыми гостями. Продолжение следует... Продолжение следует...